Я поступать поехала в Ленинградский институт, но провалилась на первом же туре. Так стало себя жалко, у меня слезы навернулись. Мы же не выбираем, нас выбирают. Мы актеры, мы крепостной народ. Мне нужно с этим переспать обязательно. Вытащил из этого амплуа, как говорится, хорошей, милой, доброй женщины. И когда я выходила в этих вечерних туалетах и проходила по этому подиуму, раздаваясь аплодисменты, роман был, роман был, не было у меня романа. Жалко, что оно не было. Как народная артистка Российской Федерации. Что еще? Лауреат государственной премии Германии. Пожалуйста. Что еще можно сказать? А кавалер Ордена Дружбы. Ну и все, хватит. Какое ваше самое первое яркое детское воспоминание? Ну, самое первое детское воспоминание, это связано с ним. Мы прожили всю блокаду в Ленинграде. И в конце уже был прорыв блокады, 27 января, снятие блокады даже. И нас почему-то эвакуировали. Хотя можно было уже не эвакуировать. И мы... Нас отправили первым таким эшелоном, который шел на Сибирь. И первый шел из Ленинграда, из осажденного Ленинграда. И вот там много народу, что собрали еще детей, женщины, посадили в товарные вагоны и направили нас в Сибирь туда. Эвакуировали. И так шли... Сосов шел, и в каждом большом городе, где-то в большом, останавливался и высаживал человек 10-15. Разбирали, подходили местные жители, разбирали там по домам к себе блокадников. Ну вот, а мы доехали так до Ленинск-Кузнецка. В Сибирь попали. И тоже так нас высадили. Поезд ушел. Подошли местные жители. Ленинск-Кузнецк такой небольшой городок. Сейчас он стал большим городом, а тогда это почти деревня была. И как-то всех разобрали, а нас никто не взял с мамой. И мы стоим, думаем, а что делать-то? Я маленькая, мне там четвертый год, три с половиной, вот так, примерно четыре уже года. И в ужасе, потому что поезд ушел, куда нам деваться, нас никто не взял. Может быть, мы такая худая мама, наверное, была я такая маленькая, совсем тощая. А там они все-таки брали так, чтобы покрепче были, чтобы мы могли по хозяйству помогать. И только когда уже мы остались вдвоем, с мамой растерялись очень, и пошла женщина с девочкой. И вдруг она так обернулась, и потом она сама рассказывает. Тетя Надя, я ее до сих пор помню, мы дочку звали Наташа. Она так посмотрела, оглянувшись, посмотрела, стоит девочка с мамой, значит, с женщиной, такие большие глаза и полные слез. И она говорит, мне так жалко стало ее. Я говорю, Наташа, пойдем, заберем их к себе. И вот они вернулись и забрали нас к себе. И вот спасибо тете Наде вот с Наташей. Мы у них, ну, год мы там прожили, потому что нас уже в 45-м вернули обратно после уже Дня Победы. В июле месяце мы вернулись обратно в Ленинград в 45-м. А мы уехали туда в 44-м. И встречали там Новый год. И вот еще такое, что мне запомнилось тогда, потому что блокаду я не помню. Я все-таки, мне было 2,5-3 года, и я не помню блокаду. Только по рассказам мамы знаю. А вот Ленинск-Кузнецк, у меня уже там, я все-таки повзрослее, я вспоминаю, как мама устроилась работать на мясокомбинат, маленький там такой. И устроили нам детскую велку там на мясокомбинате. И вот я помню, как мы все читали, кто что мог, там кто-то плясал, кто-то пел. А я прочитала стихотворение «Исповедь танкиста» или «Воспоминание танкиста» от Твардовского. Там есть такие строчки. «Был сложный бой, все нынче как с просонку, только не могу себя простить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, но как зовут, забыла вас спросить». Это длинное такое стихотворение, как мальчик показал, где немецкий снайпер находится. И наши его уничтожили и смогли взять эту деревню. И вот я прочитала это стихотворение и, видно, хорошо прочитала. Это было первое выступление на зрителя. И меня после этого заведующая этим мясокомбинатом взяла на руки, понесла мне в другую комнату, а там жарились котлеты. И она мне подарила котлету, дала мне котлету на вилке. Я блокадный ребенок, блокадного Ленинграда, который, кроме кусочков чайного хлеба, мы там знали обои, которые варила мама, чтобы хоть чувствовать, что там мучное что-то есть в этой жидкости. И вдруг здесь мясо настоящее. Вот я запомнила. Это тоже осталось у меня в памяти. Это моя первая награда за мое выступление. И потом все-таки запах. Вот я запомнила вкус этой котлеты. Конечно, для меня тоже такое впечатление осталось на всю жизнь мою. Вы и после этого решили выступать на сцене? Ну, я не знаю. Может быть, так судьба распределилась, потому что я в то время не думала, что я буду актрисой. Но когда я уже переехала, мы уже, вернувшись в Ленинград, наша квартира была занята. И нам пришлось, поскольку у меня папа, дедушка был, Адольф Густав Трейер, вот, мама не называла свое отчество в блокаду в Ленинграде. Боялась. Евгения Адольф, главное говорить. Ну, все-таки Адольф Гитлер, Адольф. И он погиб. Он погиб, правда, еще дедушка погиб еще в 16-м году. Он был в действующей армии еще царской. А брат его, дядя Карл, он большевик. Его направили восстанавливать в советскую власть в Эстонию, в Таллинн, в 40-м году. И вот, когда нам негде было жить, он нас забрал к себе в Таллинн. И мы с 40-го, с 45-го, с 46-го года до конца школы я прожила все детство, юность в Таллине. В нашей школе был очень хороший драмкружок. И вот я стала тоже заниматься в этом драмкружке. И вот это, наверное, определило мое желание стать актрисой, потому что мы играли, уже будучи школьниками, мы играли на настоящей драматической сцене русского драматического театра в Таллине, детские спектакли. Театр уезжал на гастроли, а нам предоставляли сцену. Так что наш драмкружок у нас был очень сильный. Я всегда хвастаюсь тем, что из нашего драмкружка вышел Володя Коренев, наш Ихтиандр известный, Игорь Исулович из нашего драмкружка, Лиля Малкина, такая актриса, она сейчас в Праге работает, ее называют Пражской-Раневской. Вот, потом Киркасян Лейла, она в Ленинградском театре, народная артистка. Потом Виталий Коняев, который, к сожалению, их уже никого нет, кроме Лили Малкиной и Лилия Киркасян, а все остальные. И наш руководитель, Иван Данилович Росомахин, он был актером Русского драматического театра, а потом он уехал уже после Перестройки, он уехал или даже во время, может быть, я не помню точно, но он уехал в Ленинград и работал, был вторым режиссером Товстоногова в БДТ. Вот он нам привел действительно любовь к сцене, к театру. И у нас многие, вот у нас 10 человек стало актерами из нашего драм-кружка. И вот и такие имена, как я назвал, это всенародные артисты. Как в Таллине относились к вашей семье? К нам относились нормально, потому что у меня полуэстонка читали. У нас был эстонский в семье, мы говорили на эстонском языке. Училась я в русской школе, но у нас эстонский был в семье. Так что, вы знаете, важно знать язык той страны, в которой ты живешь, тех народов. Тогда они будут к тебе нормально относиться практически. У нас такого не было, чтобы мы что-то по отношению к себе какой-то антагонизм. Этого не было. Ну, конечно, ну я не знаю, там может быть, я как-то ребенком была, мне как-то не было. Мы сдружили с эстонцами, и с русскими, и на танцами, когда уже в 10-м классе учились, ходили в эстонские клубы, с эстонцами танцевали, общались. Все было нормально, в принципе. Эстонский язык стал для вас родным. Вы по-прежнему можете на нем говорить. Иногда, я даже сейчас иногда вас не могу говорить по-эстонски. Вот так вот местницы эстонские, там, там, Илюстаев, Синаулат, Илюствидрук. Вот, пожалуйста, я говорю, и вы красивая девушка, а Синаулат, Илюспойс, красивый мальчик, понимаешь? Так что я еще эстонский кое-что помню. Когда говорят, если не очень быстро говорят, я еще могу перевести, как бы понять. Но все-таки он был же в семье язык, поэтому как-то родным, может, не стал, во сне говорю по-эстонски. Как вы думаете, когда в Эстонии отношение к русским стало ухудшаться? Я не знаю. Я, честно говоря, ничего этого не ощущал. Вот в последнее время, когда я уже приехала, приезжала уже сейчас, вот лет пять назад мы были шесть со спектаклем. Да, уже как бы, когда ты не говоришь по-эстонски, по-русски говоришь, они уже к тебе неважно относятся, не очень хотят обслуживать. Ну, это, что делать? Ну, изменилось, как бы, другое поколение, другой менталитет совершенно. А в то время там были многие очень и выходили замуж за эстонцев, эстонцы женились на русских. Так что те годы, как раз вот 46-й, там по 80-й, даже еще там было нормально, совершенно разумеотношения. Просто вот потом началось, да, все хуже и хуже. И уже, я помню, приезжала, когда в Таллинн к маме, мама, когда там еще жила, 80-е годы, я помню, там уже были моменты, когда ощущалось, когда науколопамятника там поливали памятник краской русскому солдату, советскому солдату, как что-то там цветы ломали, в общем. Ну, это были такие, да, уже возникали такие отношения. Но очень обидно было, потому что я люблю очень Таллинн, люблю Эстонию, мне нравится город. И для меня, я считаю своим родным городом. У меня-то я родилась в Ленинграде. В Ленинграде я, что, там прожила 2-3 года, там 4. А Таллинн я прожила почти все свое детство и юность. И Москва, естественно. Вот у меня 3 города, которые родные. Как думаете, почему Эстония при выходе из СССР не дала гражданство всем своим жителям автоматически? Я не знаю, потому что они хотели самостоятельности. Вот они хотят, так же, как Украина, хочет своей самостоятельности. Поэтому они, наверное, не дают. Хотя обидно, потому что есть люди, которые, мои сестры там живут, они там родились. Понимаете, почему им-то не дать гражданство? Они же родились в Эстонии. Этого не очень понимаю, потому что здесь все-таки зависит, наверное, люди все равно между собой в нормальных отношениях, кто там живет. И они со своими близкими, знакомыми там общаются так же, как они общались, как общаются с русскими. Это уже все зависит от политики, от того, что стоит по голове государства, как они к этому относятся. И они все это решают. А простой народ, я думаю, был бы нормально относился к тому, есть у вас гражданство, нет у вас гражданства. Мне кажется, что здесь все идет, это все политика, которую, к сожалению, простой народ как бы не очень вникает в эту политику. Потому что, если об этом думать, то у нас вообще все плохо тогда. Уж лучше думать, что еще все-таки хорошо. Расскажите, как вы попали в фильм «Незваные гости». Я жила на улице Каупмеха. Она и сейчас называется Каупмеха. Раньше была Пюгельмани, но это по имени революционера эстонского, но потом ее переименовали обратно в старые названия Каупмеха, Купеческая улица. Это почти в центре Таллина, в общем, в самом городе. Вот. И... А напротив был костел, костел, который закрыт, и там была павильон итальянской киностудии. И я как-то... Я там напротив жила. А помню, прошел фильм как раз «Колдуньи». Мы все под «Колдунью» стриглись под Марину Влади. Я тоже помню, отрезала косы, у меня были длинные волосы, челка. Вот. И я шла как-то мимо студии, и ко мне подошла женщина, на которой сказала, что мы снимаем фильм, такой детектив, «Незваные гости». И там город Стокгольм запускает шпиона в Советский Союз. И вот там, значит, ночное кабаре. И, ну, публика должна быть ночного кабаре. Ну, я первый раз вообще в кино не знала, как там снимается. Я даже не знала, что есть институт кинематографии. Потому что я поступать поехала в Ленинградский институт, там, театральный институт. Ну, провалилась на первом же туре. А насчет институт кинематографии я ничего не знала. И вдруг вот меня приглашают. Я говорю, да с удовольствием. Я пошла в эту массовку, и вдруг ко мне подходит эта же женщина, Лейда Лайус, я считаю своей крестной мамой. Она училась в Авгеке как раз. В институт кинематографии она у мастера, у Довженко. Лариса Шипейска, вот, Элем Климов. Вот это все это время, когда они учились в это время. И она говорит, вот предлагает, эпизод нужно снять, сняться в эпизоде. Я говорю, с удовольствием. Я только не знаю, как и что, первый раз. Она говорит, да ничего там страшного, ничего там, небольшой эпизодик, все такое. Нужно сыграть певицу ночного кабаре. А я не поступила в театральный, у меня было такое ощущение, что не поступила, потому что меня попросили спеть, а я не поющая. У меня, по-моему, со слухом очень неважно. И всегда, когда я там в детстве пыталась или в компании запеть, мне говорят, ты лучше помолчи, пусть другие поют, а ты слушай. И когда меня попросили в Ленинграде на экзамене спеть, я так заорала, громко, мне казалось, что если громко будет, то будет очень здорово, легко на сердце от песни «Веселые» из фильма «Веселые ребята» и этот марш. И аккомпаниатор, где женщина сидела за инструментом, за пианино, она остановилась и говорит, девушка, скажите, а вы в какой тональности поете? Я говорю, я не знаю, кажется, в своей, сказала, ответила я. Ну, меня поблагодарили, и все, на этом закончится мое поступление в театральный институт. И вдруг здесь предлагает певицу. Я думаю, значит, петь надо, а я уже поняла, что такое спение, у меня не важно обстоят дела. Я говорю, вы знаете, я думала, нет, сейчас ничего говорить не буду, вот когда уже нужно будет, съемка будет, вот тогда я скажу, что я петь не могу. А меня загримировали, одели в красивое такое платье, обнаженное, такое очень узкое, с разрезом до бедра. Вообще волосы тоже сделали, как у Марина, вот такие длинные, ресницы наклеили. И такое все совершенно обнаженное для меня это было. Но я работала в это время манекенщицей, я была в Тальнском доме моделей, поэтому к этому я к платьям-то я уже как бы привыкла к вечерним. И подходит режиссер Игорь Ельцов и говорит, ну давайте порепетируем. Я говорю, вы знаете, я петь не могу. Он говорит, а это не надо, ты текст выучил. Одну же было на английском языке петь. Текст я выучила. Он говорит, вот давай, открывай рот, а уж кто споет, мы найдем, сказал он. Я же не знала, что фонограмма какая-то там существует. Действительно, включили фонограмму, какая-то там американская певица какая-то джазовая исполняла эту песню. А мне сказали, а ты только рот открывай. Это уже трудно, кстати, оказалось. Но неважно, сняли мне этот эпизод, потом он и небольшой. Мне потом показали его на экране, и я думала, смотрела, думаю, господи, я так не посмотрела, как я выгляжу, это впервые я себя видела на экране. Я думаю, как же я пою-то здорово, надо же, ну точно, как будто я пою. Вот это меня поразило, что в кино так можно обмануть зрителя, как говорится. И вот это вот так меня пригласили. Я благодарна леди Лайус, она училась в Афгике и проходила практику, как раз летнюю практику на эстонской студии. Она эстонка, она, собственно, от Эстонии была направлена в Афгик. Она проходила практику, а потом вернулась обратно. Когда она вернулась в Афгик, то узнала, что Сергей Апинаевич Герасимов, народный артист Советского Союза, Тамара Клёвна Макарова, набрали мастерскую свою, курс, но не хватает им девочки. И они добор объявили. И она тут же услышала это, как вот заинтересовала. Она ко мне очень хорошо относилась. Она подошла к Герасиму и говорит, а у нас девочка в Тальне есть, давайте посмотреть ее. Если бы не она, я бы, может быть, и не училась бы. Я бы сама не поехала поступать в Афгик. Правда, что приемные экзамены в Афгик вы сдавали прямо на квартире у Сергея Герасимова? Она показала фотографии из этих незваных гостей-то, а там какая-то в обнаженном платье вообще накрашенная, с ресницами. А он очень не любил, когда мы студентки там красили губы, там или ресницы, или там челку отращивали, там завивались. Он как-то, он говорит, голову надо там не завивать, а разбивать надо, в общем, в таком духе. И когда он посмотрел, говорит, а я что-то здесь не понимаю, пусть приезжает, я на нее посмотрю. Но мне повезло. Вот так вот вела судьба меня. Может, я говорю, я бы, наверное, сам, я не очень решительный человек, и я, как говорится, не могу бороться за себя. Я бы, наверное, больше не поехала поступать. Я думаю, раз я не попала, значит, это не мое. Но вот когда я стала манекенщицей, потому что я почти пошла в манекенщицей, потому что для меня подиум, этот язык, как раньше называли, это тоже метр от сцены, от земли, как сцена театральная. И когда я выходила в этих вечерних туалетах и проходила по этому подиуму, раздаваясь аплодисменты, я улыбалась всегда, потому что хотя бы манекенщицам нельзя улыбаться, как говорится, они должны ходить таким, отрешенные немножко, в себе замкнутые такие. А я не могла, у меня улыбка растягивала лицо, и меня назвали улыбающейся манекенщицей. Так меня и прозвали. И вот, может быть, это мне дало тоже вот это вот ощущение сцены, вот этот подиум. И когда я, когда у меня Лейда Лайус была на этой практике, она просто заинтересовалась моей судьбой. И, конечно, когда она сказала, вот поэтому у меня судьба и так, а в это время набирали еще, приезжали ассистенты режиссеров с Мосфильма, а Лафанову мы сняли «Мир входящим». Был такой фильм у них, очень хороший фильм. И там нужна была немка, роль немки. А поскольку, как всегда у нас в советское время, если играли на станцию, то в Прибалтику ездили за артистами. Также и в Таллин приехали. И вот меня пригласили на кинопробу. К Малову, на Умову, на Мосфильм. И совпало, что мне нужно было и в Авгек ехать, и здесь мне прислали билеты в Мосфильм. Я приехала за счет Мосфильма, поселили меня в Украине, где живет Сергей Павлинач Герасимову, Тамара Федоровна Макарова. Там их квартира, до сих пор она там. И вот Илейда, когда узнала о том, она сказала, девочка приехала, он говорит, пусть приходит ко мне домой, я ее послушаю. Вот так мне повезло, потому что, если бы я поехала на общих основаниях, стала бы сдавать экзамен, я боюсь бы провалилась, наверняка. Как проходил ваш экзамен у Герасимова? Я когда вошла, ну, первое, что, ну, единственное, что у меня было красивое платье, поскольку есть дом моделей, все-таки у меня были, я уже, так сказать, умела, как говорится, одеваться более-менее, и у меня была красивая такая муаровая юбка, черная с таким широким поясом, я худенькая была, и с широким поясом, с таким, который из этого же материала затягивался, талия тоненькая, и рубашечка такая, кофточка какая-то серая, серебристая, ботиночки на каблуке. Я пришла, когда вошли мы к Сергею Пинарьевичу, я как-то не обратила на него особого внимания. Я, конечно, была поражена, увидев Тамару Федорову Макарова, потому что я очень любила фильм «Каменный цветок», и она хозяйка Медной горы, вот я ее, в него просто влюблена, красавица, вот эта хозяйка Медной горы с такими удивительными глазами, полумесяцем у нее такие глаза. И я, конечно, все внимание на нее, уделила все, на нее смотрю, а это какой-то такой усатый, лысоватый, маленький. Я на нее внимания, ну, Герасимов, Герасимов, откуда я знаю, кто такой Герасимов, вообще понятия не имел. Ну, режиссер, все. А надо было на него, конечно, внимание обращать. А он так сразу взглянул, на меня посмотрел, он же не высокого росточка, Сергей Павлович. Он так посмотрел, мне говорит, да, что-то ты рослая, сказал он мне. А я говорю, да у меня в каблуке. Он говорит, ну, вот снимай-ка. Я сняла, значит, босипом стою, не знаю, носочки были, что-то там было, ну, в общем, без туфель, без этих сапожек. Стою и читаю, как он говорит, что-то, ну, почитай. Я говорю, ну, вот ландыши продают, стихотворение такое. Он говорит, это что? А в это время был моден хит. Ландыши, ландыши, светлого мая, привет, вот этот вот, который не почему-то считали пошлым в то время советское. Хотя сейчас он спокойно слушает и хорошие песни. А тогда считалось пошлым. Герасимов не любил очень эту песню. Он говорит, это что, те самые ландыши? Я говорю, нет, это другие ландыши. Я говорю, это стихотворение. Но прочитал, как-то не очень видно, удачно, чувствую, что, ну, так ему не очень нравится. Лейда сидит за меня, переживает у нее все пятнами красными, лицо, она боится, что сейчас вот он скажет спасибо и до свидания. И я тоже думаю, ну, все, значит, проваливаюсь опять. И я так стала себя жалкой, так у меня слезы навернулись. Я говорю, а можно я вам прочитаю монолог Ларисы Дмитриевны из «Беспреданницы»? Он говорит, ну, давай-ка, читай. Я так уже стоять не могла, взяла стульчик, села, слезы текут. Я начала читать, там давя, сейчас заболу глядела и начала читать монолог. А поскольку плакала-то от того, что не себя пожалела, а все совпало с эмоциональным состоянием Ларисы Дмитриевны, все это наложилось друг на друга. Он смотрел, смотрел, говорит, ладно, все, хватит, я тебя беру, сказала мне, все. И так меня взяли в авгит. Говорят, из-за фильма «На семи ветрах» вы чуть не стали не выездной. Что случилось? Я поехала первый раз, студентка будучи, пришла на второй курс, как раз, и направили картину «На семи ветрах» в Канны на кинофестиваль. Сначала наша картина должна была быть в этом, в конкурсе, а за две недели что-то вдруг поменяли, и нашу картину сделали вне конкурса, а когда деревья были большими, Куриджанова льва в конкурсе. И вот наша делегация поехала, я в составе делегации поехала в Канны. Еще Инна Гулая была, а так у нас была делегация очень мощная, все были мэтры кино, кинематографа советского, это был, главой был Герасим Сергей Аполлинаевич, а в составе был Познер, Владимир Александрович Прознер, это отец Володи, Владимира Познера, потом был Райзман, Чухрай, Кулиджанов, Ростоцкий, в общем, все уже известные кинематографисты. И вот, когда мы приехали туда, в Канны, там, как всегда, идет фильм определенной страны, вечером должна страна устраивать банкет. И вот, когда показали, когда деревья были большими, мы должны были банкет устраивать советские страны. И на этом банкете ко мне подскочил какой-то американский журналист и пригласил, а был в это время моден твист. У нас его запрещали, а везде вся Европа танцевала твист. А у нас просто, когда у нас в общежитии, это у нас все-таки мы пытались там и танцевать, и учиться всему этому, но у нас тут же комендант выключал музыку, выключал электричество, чтобы только не было этого твиста несчастного. Там рок-н-ролл твиста было запрещено. И когда я улетела в Канны, то мне мой друг, наш товарищ с курса Михайловича Рома, он жил в Париже, Коста Диани, режиссер. Он мне говорит, ты твист умеешь нацать? Он говорит, что там все танцуют твист, тебя пригласят, а ты не умеешь. Давай я тебя поучу. Он меня там в общаге научил меня танцевать твист, хотя бы лентарным движением. И когда я приехала, вот на этом банкете ко мне подскакивают американские журналисты, журналисты просят, приглашают на твист, заиграли твист. Я говорю, я не танцую, я не пойду. А нам студентка, нам тогда, это, это, что-то рассказывать, вы даже этого не поймете, потому что было очень строго. Мы не имели права, например, выходить из номера отдельно там ходить, одной куда-то выходить, только в составе делегации. Нам все равно указание было такое, комсомолки были. Нам сказали, что только в составе делегации ни с кем не общаться, ни с кем особенно не встречаться, никуда особо не ходить. Понимаете? Все это были сложности. И твист, тем более, как я могла пойти танцевать твист, если он у нас запрещен. И здесь Сергей Аполлинаевич говорит, иди танцуй, потому что ты моя студентка, а моя студентка должна все уметь делать. Ну, я пошла, раз мне Герасимов разрешил, я пошла танцевать. В это время почему-то все остановились, этот журналист куда-то исчез, ко мне подскочил какой-то тоже такой типа афроамериканца какого-то, потому что он стал танцевать, он вытворял такое, там он вставал на мостик, он что-то там вытворял, какие-то фигуры непонятные. А я так элементарно, там около него что-то там, не помню, делала какие-то телодвижения. И все, это все сфотографировали. И все поместили, на следующий день есть такой журнал «Паримачи» французский. И он большой такой, реакционный тогда считался журнал. И там на развороте было все показано, я в крупном плане, там с этим вот танцором. И, значит, мужики пчут, все вокруг стоят, все смотрят на меня. И я в каком-то платье такое мне подарила там художница Надежда Петровна Леже, супруга Фернана Леже, французского художника. Она русская, эмигрантка. Художница. Она вообще художница была ученицей Малевича. И она поставилась с первой цели, что она выйдет замуж за Леже. Она очень его любила, этого художника. И она эмигрировала в 20-е годы в Париж и нашла все-таки, добилась того, что стала женой Фернана Леже. Но когда мы там были, его уже не было в живых, но она его музей там очень организовала, очень красивый музей построила. И вот она нам очень помогала во всем, потому что денег у нас было мало. Нам давали там какие-то 30 франков в день, в суточный, и все. И она платье нам купила, ей платье, Инге, у Инны ничего не было. У меня были платья, мне дом-модель Таллиннский, дала два платья красивых. А у нее ничего не было. Она говорит, ну как красная дорожка, вам нужно красивых платьев, у Ларисы есть, а вот Инне надо купить. А новый муж ее, тоже художник, друг Фернана Леже, говорит, ну раз ты Инне покупаешь, то и Ларисе должна купить платье. Она говорит, у Ларисы есть, он два красивых платья. Я так расстроилась, думаю, зачем я взяла эти платья, так бы мне тоже купили. Но он сказал, если ты не купишь ей, я куплю ей ящик Бакарди, он сказал. А Бакарди, это выпивка, Ром. А она очень не любила, когда женщины выпивали, актрисы там, или курили. Она очень не любила. Она почему-то их называла, почему-то... Брижет Бордо, это курва, потому что пьет и курит все время. Вот. И она говорит, нет, 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 я тогда лучше ей платье куплю, сказала она, и вместо Бакарди она купила мне платье. Вот в этом платье я танцевала. Такое кружевное платье, маленькое, как говорят, маленькое черное, это было маленькое голубое платье, цвета перванж, как она мне сказала, такое французское слово, такой цвет, такой жемчужно-голубой. И было потом это всё на развороте. И текст идёт «Сладкая жизнь советской студентки». Ну и под каждым надпись какая-то. И всё это попало, конечно, тут же на стол Екатерине Алексеевне Фурцевой. Ну и что, тогда был железный занавес всё-таки. И всё, она сказала, у меня следующая поездка в Карловы Вары. Там в Каннах была в начале, а в Карловы Вары был в конце мая. И она меня вычеркнула из списков, из состава делегаций. И если бы Ростовский случайно не увидел, Саниславович, что меня нет в делегации, он стал обращаться к ней и говорит, а почему фильм везут, а героини главной нету в составе делегации? Она говорит, она себя плохо вела в Карлове, не надо ей никуда ехать. Ну хорошо, Герасимов тогда опять помог, он сказал, и чухрай Григорий. Он сказал, как так, я виноват, я её попросил танцевать, заставил. Практически меня наказывать, а за что её-то наказывать? И, видно, ей стало неловко, она сказала, ладно, пусть едет. И меня включили опять в состав. А так бы я могла бы вообще, может быть, и с кином бы у меня уже не получилось бы ничего. Время было такое. Этот фильм обвиняли в том, что это рождественская сказка, а не фильм о войне. Это справедливо? Эта картина была... Ну, это был такой клады критик, он такой очень злобный был критик. Может, справедливый, я не знаю, но он почему-то картину не принял. Он сказал, что это какие-то сладкие... Ну, в общем, сказка, сказал. Сказка ёлочная такая. Хотя я понимаю, что эта картина, наоборот, она не сказка. Картина действительно... На действительном материале. Это всё оригинальное событие. Это действительно такая девочка, санитарка, ухаживала с Исламом Иосифовичем Ростоцким, когда он был ранен. Ему ампутировали ногу, он лежал в госпитале. И она рассказала ему историю про то, что у неё шёл... Её жених ушёл на фронт, и она не знает, где он находится. И она не знает, в каких родах войск он служит. И вот он говорит, может быть, сапёр. А она говорит, сапёром плохо. Это самые чаще всего они остаются, взрываются, подрываются на минах. И она рассказала ему эту историю. Вот он её запомнил, и потом вместе с Александром Галичем, Аркадьевичем Галичем, они сделали вот этот сценарий на симметрах. Это фильм о любви, фильм о верности, о верном тыле, который поддерживал наших военных, военных ребят, солдат на передовой. Поэтому эта картина как раз, она очень простая, потому что там нет боевых... Может, она возмутила тем, что нет боевых действий, там нет никакой битвы, нет урая, там за Сталина, за Родину. Там этого ничего нет. Понимаете, в этой картине? А есть просто вера в любовь, вера в святую любовь, вера женщины, что они должны работать на передовую. Вот тыл должен быть настоящим, ждущим тылом, чтобы там передовые солдаты знали, что за их спинами есть любящие их сердца. Вот об этом была картина. Каким должен быть фильм о войне? Справедливым просто, я думаю. Правдивым и справедливым. Наверное, нужно все показывать. Нужно показывать не только наши победы, нужно показывать и наши поражения, потому что все было. Потому что сколько наших прав погибло солдат, сколько погибло солдат, уму непостижимо. А это шли они. У нас, может быть, не было столько техники, сколько было живой силы. И как бы живой силы не берегли даже. А сказали, как говорил Жуков, нам нужна техника, а людей мы найдем. Понимаете? То есть не очень берегли солдат, к сожалению. В отличие от Суворова, который берег солдат и любил солдат. Вот. И поэтому картина должна быть справедливой, верной. Я понимаю, что в те годы, когда снимали... Война ушла и снимались фильмы или после войны. После войны фильмов, там нужно было патриотические картины. Поддерживать наш дух. Говорить о том, что мы такие вот великие нации, великий народ, что вот мы победили. А нужно было все-таки честнее говорить. Ну, были хорошие фильмы, которые честно говорили о войне. Когда говорили о том и поражениях наших, не только о наших победах. Нужно, чтобы правду знал народ. Как считаете, сегодня нужно снимать фильмы о войне? Сейчас идет... Почему? Сейчас уже начинают снимать о сегодняшней войне фильмы. А как же? Ну, надо же... Я считаю, что надо. Надо, чтобы наши потомки знали, что происходит, что сейчас происходит. Наши внуки, вот мои внуки уже, они должны знать, что происходило в 45-м, 41-м, 45-м году. Понимаете? Вот я считаю, что это необходимо. Это история. А как можно уйти от истории, если идет... Она все равно останется в этом самом летописи. Правда? Она останется в жизни нашей страны. И как же без этого не знать ничего об этом? Надо снимать. Как вам попытки современных режиссеров снимать военные фильмы? Я мало смотрю. Это мне единственное поразило. Мне очень понравился фильм. Я не знаю, он трогательный. Он даже такой солдатик. Вот военная картина, которая мне очень нравится. Она удивительна совершенно. Она так сделана хорошо. Такая добрая, такая светлая картина, что даже там этот мальчик маленький, там актеры даже лучше, по-моему, стали играть, благодаря этому мальчишке. Они стали какие-то очень органично, очень естественно. Не, ну, есть хорошие. Есть 22-23, вот сейчас военные картины. Ну, тоже, ну... Я не знаю, это уже о сегодняшней... Я не знаю, ну, смотреть... Ну, интересно посмотреть, конечно. Ну, делают хорошие картины. Сегодня тоже много хороших фильмов. Я просто так не очень хорошо сейчас знакома с этими молодыми режиссерами. Понимаете? Вот я Урсулика знаю хорошо. Мне вот Урсулюк нравится. Мне нравится там... Кто там еще снимает? Ну, это уже тоже не совсем молодые режиссеры. Там Хатименко, там Кара. Это уже... тоже уже возраст у них. Как говорится, ну, типа за 50 лет все равно им всем. Вот. Ну, а снимать... Ну, все равно есть. Вот сколько фестивалей... Бываешь на фестивалях, все-таки есть хорошие картины. И кинематограф никуда он не погиб, не умер. Он есть и снимает, в общем. Только, к сожалению, что до зрителя не все доходят фильмы. Вероятно, прокат очень дорогой. Не все картины доходят до зрителя. Именно хорошие картины. А что думаете об актерах, покинувших Россию после начала СВО? Ну, я не знаю. Не хочу на эту тему говорить. Вы знаете, пусть живут как хотят. Это их выбор. Пусть делают, что хотят. Правда, что вы были знакомы с Высоцким еще до съемок в картине «Вертикаль», где вы исполняли главные роли. Ну, мы мало были знакомы. Не то, что мы были знакомы. Просто он приезжал к нам в общежитие. У нас вообще была такая... Когда приезжали... Муслим Магомаев часто приезжал и пел. Там у нас была комната специально для гостей. На четвертом этаже стояла пианино. Время было такое, когда мы все увлекались Серебряным веком. Когда мы знали всех этих поэтов Серебряного века. Когда пели какие-то романсы вообще. Все это было такое, когда при свечах пили. Вино Рислинг у нас был. Сейчас он дорогой. Тогда это было дешевое вино. Сухое вино. В Курилии дукат. В общем, такое... Задвешивались окна, чтобы свечи горели. Вот такая атмосфера была. Часто приезжали и Высоцкий. Володя приезжал со своими песнями. Муслим со своим. Садился за пианино. До сих пор помню шарфом замотанное горло. Бокал вина стоит на пианино. Он поет и курит без конца. Я еще думала... А он еще студентом был. Я думаю, как же так? Такой голос, а человек курит. А вот он так до конца жизни не бросал сигарету. И вот Володя приходил к нам в общежитие. Он там познакомился с моим первым мужем. С Лешей Чердыниным. И с Володарским, с Эдиком. Они тогда познакомились. Подравшись, правда. Они устроили драку. Что-то они поспорили. На какую-то тему непонятно. В мужском туалеке раздавались какие-то там крики. Потом оттуда вышли трое, обнявшись. Они, видно, подрались, помирились тоже. И они так подружились вот с тех пор. А потом уже на картине. Больше я, конечно, на картине. После картин он к нам часто приезжал. Потому что он с Лешей так и дружил в Чердынин. Бывал он у нас вот на Удальцово. Дома часто. Ну, не часто. До 68-го примерно. Ну, два года после фильма. Когда он женился на Марьей Ладе, я с ним перестал. Я разошлась с мужем. Они остались друзьями. А я уже как бы осталась в стороне. Высоцкий вам даже песню посвятил. Расскажите об этом. Ну, Высоцкий посвятил эту песню как... Если бы не Говоротин, Станислав Сергеевич, может, сейчас бы никто об этом и не знал. Это Станислав Сергеевич вдруг обнародовал, что Высоцкий мне посвятил песню. А Высоцкий приехал как-то в очередной раз с Москвы и говорит, Ларка, я тебе песню написал. И пропел, куда мне до нее, она была в Париже. А просто я же была единственная, кто была за границей. И все наши трупы, все актеры ни разу не были. Ну, железный замерз. Еще никто никуда не выезжал. Только те актеры, которые ехали с картины на фестиваль, могли оказаться там за границей. А я, поскольку сразу была тут же Канны, потом Осло, потом Варшава, потом Карл Ивары, Дублин, Иран. То есть у меня сразу несколько стран было. И я была для наших актеров источником такой информации про Запад. И они меня все спрашивают, как там живут и чего там. Володя брал гитару, пел свои песни. И Воропаев Гена там что-то рассказывал, какие-то театральные байки. Сашка Фадеев анекдоты рассказывал. Ира тоже какие-то вещи интересные рассказывал. А я рассказывал про заграницу. И Володя вот написал такую песню от первого лица, как от имени мальчика, там, рабо-слеселя, какого-то стойлера, я не знаю, там, простого роботяя, который влюбился в звезду. И он пытается к ней там... Она мне обращает, какие песни пел ей про север-дальний, какие там... А ей плевать глубоко, какие там цветы на нейтральной полосе. И мне вот, я помню, он все это показал в этой песне, всю мою геолокацию, как сейчас говорят, геолокацию, всю мою, всех моих поездок до Ирана. Пусть пробуют они, я лучше перейду в конце. Куда мне теперь... Она уже в Иране. Ну, вот эта песня, поэтому она так и возникла. Но мне она не понравилась вначале. Мне показалось, что она немножко такая издевательская, какая-то с таким, с юмором, выводит меня там какой-то дурочкой полной. И я как-то так не обратила меня внимания особенно. А потом уже, после смерти Владимира Семеновича, уже прошло 25 лет после его... 25 лет было картине. После его смерти прошло, не помню, сколько времени там. Но 25 лет фильма было. И Володи уже не было. И мы были на премьере, ну, то есть на юбилее фильма со Станиславом Сергеевичем Говорухиным. И кто-то задал вопрос. А скажите, вот, куда мне до нее... Про Марину Владею. Для Марины Владею... Он говорит, да никакой мне Марине Владею вот эта Лариске Лужиной посвящена песне. Вот так узнали. Журналисты за это ухватились. Потом стали меня все время спрашивать. А роман был? Роман был. Не было у меня романа. Жалко, что... Но не было, к сожалению. Ничего не поделаешь. А песня, вот сейчас мне она нравится. Думаю, а что, плохо, что ли? Хорошая песня. Я ее слушаю иногда. Мне нравится. Дима Харатьяна ее часто исполняет. Когда бывает... У меня был юбилей, он мне исполнил эту песню. И так, не знаю, хорошая. Он продлил... Все считают, что он продлевает эту песню. Они будут еще долго жить, песни Владимира. Говорит, у Володи уже 40 с чем-то лет с нами нет. А песни его звучат. И два года... А обязательно в году он с нами. И поэтому эта песня тоже звучит. И я уйду из этой жизни. Сколько там осталось. А мои внуки, правнуки будут еще слушать эту песню. Сколько я буду еще жить. Поэтому я благодарна Владимиру Семеновичу за эту песню. У некоторых актеров были свои режиссеры, постоянно снимавшие их в фильмах. А у вас был свой режиссер? Нет, к сожалению. Нет. Он мог быть бы, но он, к сожалению, ушел из жизни. Рано. В 50 лет. Ну, так получилось. Не знаю, почему. Мы же не выбираем. Нас выбирают. Мы актеры, мы крепостной народ. Поэтому так не сложилось. А вот Семен Ильич Туманов, у него снялась в двух картинах «Любовь Серафима Фроловой» и «Жизнь на грешной земле». Он писал уже третий сценарий про Серго Ржанкидзе. Он сказал, что ты будешь играть жену Ржанкидзе. Вот он бы мог быть... Может быть, я с ним бы нашла бы общий язык. Может, он бы стал моим режиссером. Он в фильме «Жизнь на грешной земле». У нас был последний день озвучания. Это был его тоже последний день. Он шел в 50 лет из жизни. Вот так вот. Так что, к сожалению, больше у меня так режиссера своего не было. Вы говорили, что все ваши героини немного похожи. Почему так получилось? Ну, потому что я сыграла на семи ветрах положительную героиню, как говорится. И стали меня использовать те качества, которые были использованы в фильме «На семи ветрах». Они действительно все... Ну, тишина, очень хороший фильм, басовский. Но я играю там Светлану только повзрослевшую. Но, в принципе, характер похож. Добрый, отзывчивый, хороший, положительный женщина. Честная. Ну, вот. И таких пришлось приходить. А вот благодаря Семену Ильичу я стала играть другие роли. Вот Любовь Серафимов-Фролова играет там характерную роль. Там совершенно не похожую на все мои остальные роли. Жизнь нагрешная тоже отрицать. Даже негативная роль. Понимаете? Вот почему я благодарна Семену Ильичу, что он меня вытащил из этого амплуа. Как говорится, хорошая, милая, добрая женщина. Вы говорили, что современному кинематографу не хватает искренности. Как вам кажется? Почему? Я каждый раз смотрю фильмы современные. Все как будто на месте. Все правильно. Все работают. Хорошо работают. Работают органично. Плачут. Много плачут. Даже так, что слезы текут. Даже думаешь, как же это? Я говорю, я так не могу плакать. Понимаете? Все, что-то есть. Но вот чего-то не хватает. Вот не хватает действительно какой-то искренности. Вот души не хватает. Понимаете? Может, от того, что это все очень... Ну, время такое очень быстрое, скоротечное, очень быстрое. Что мысли мы раньше... Вот у нас, когда нам с нами заключали договор, предположим, у нас там 20 съемочных дней. 10 репетиций обязательно. То есть в договоре уже стояли 10 репетиций обязательно. То есть мы работали. У нас было время как бы вживаться действительно в свой образ. Понимаете? Я помню, Тамара Федоровна Макарова мне говорила, Лариса, вот когда у меня не получалась роль, она говорит, то возьми, сочини сама для себя всю историю своей Светланы Ивашовой, героини. Откуда она родом, кто у нее были родители, чего нет в сценарии. Но ты придумай сама для нее. И ты будешь жить ее жизнью. Вот тогда это будет естественно все. Может быть, сейчас не хватает времени для этого, чтобы каждая могла, актриса или актер, себе сочинить вот такую жизнь своего героя. Понимаете? И бывает так. Нет, я не говорю, много очень хороших артистов. Очень много. Я Мерзликин очень люблю, например, который Добронава, ребята, все отец, и оба сына прекрасные, и актрисы очень много хороших. Но иногда бывает так, что вот все кажется на месте, а чего-то не хватает. Я боюсь, что того, что приходят сразу, они быстро очень... Вот я в сериалах особенно, еще в художественных фильмах-то это может быть не так. А в сериалах там они... Я, когда мы снимались в сериале «Любовь как любовь» Сережа Никоменко, Сергея Петровича, мы поражались молодым актерам, которые приходили на площадку и с листа только прочитал, тоже входил в кадр. Понимаете? Я говорила, что я этого не могу сделать. Я не могу так прочесть и тоже встать перед камерой. Мне нужно с этим переспать обязательно. Понимаете? Я не знаю, как сейчас готовится молодежь. Но они какие-то быстрые очень. Ростоцкий влюблялся во всех своих героинь и хотел иметь с ними близкие отношения. И артистки, как правило, отвечали ему взаимностью. А у меня в то время был роман, и я никак не могла пойти на контакт с Ростоцким. И он от этого страшно злился. Как вы считаете, а это нормально, когда режиссер настаивает на близости с актрисой? Режиссер, он имеет право влюбляться в свою героиню. Потому что для него она муза. Как для поэта пишущего стихи должна быть муза, понимаете, которая его вдохновляет. Поэтому здесь ничего плохого в этом нет. Это прекрасно, наоборот. Когда влюбляется в героиню, значит, у него есть заинтерес. Он знает, что он хочет и от героини, и от своей картины. Поэтому даже Нина Евгеньевна Меньшикова, которая с Ростовским прощала все, все его романы, они были все очень такие скоростные, они быстро проходили. Заканчивалась картина, все, у него любовь проходила. Но ему нужно быть влюбленным. И она говорила, если Стасик приходил домой, у него горели глаза, это прекрасно. Значит, он влюблен в свою героиню. Значит, все будет хорошо с этой картиной. Понимаете? Так что ему можно все простить. Другое дело, что, ну, не знаю, потом Станислав Площ был таким человеком, режиссером, таким интересным мужчиной, что в него было невозможно не влюбиться. Он просто в него влюблялись. Он был очень интересный, он умный, начитанный. Он, не знаю, какой-то обаятельный, он добрый, он коммуникабельный. Он такой, ну, с ним было очень интересно, весело. С ним чувствовал себя как-то, не знаю, по-другому, чем с каким-то неизвестным другим человеком, с которым ты не находишь ничего, ни одного слова общего. А с Станиславом, в общем, было интересно просто. Поэтому влюблялись. Я не буду говорить про наши отношения, потому что... Что сейчас говорить? Господи, уже никого на свете нет. И не хочется даже... У нас были очень хорошие отношения. Влюбленность, может, у меня с моей стороны не было. У меня действительно был муж Леши. Я не могу, почему он меня не хотел снимать, потому что у нас не накладывались... У нас отношения были натянуты на картине. Потому что ему нужно было ответ. Ему нужно было, чтобы я тоже ответила ему. А если у него нет этой любви взаимной, то как бы не получалась работа. Потом Герасимов, когда поставил ему на место, сказал, что ты должен... Ты виноват в этом во всем, что у него не получается. Он так ему и сказал. Ты скульптор, а это глина сырая. Тебе нужен талантливый, как скульптор, слепить из нее прекрасную статуэтку, фигуру, не знаю что. Говорит, если не получается, значит, ты плохой скульптор. Вы сами часто влюблялись на съемочные площадки? Вот это то же самое, что режиссер влюбляется в свою героиню или героя. Вот и Герасимов, например, Станислав Ростоцкий, например, Станиславов, он был влюблен в Тихонова. Вот для него Тихонов это был его просто талисман. Он снимал его в каждой своей картине. Понимаете? Ну, только там у них мужские взаимоотношения были. Они дружили, они рыбаки были, оба ходили на рыбалку. Они у них домами дружили. У них были отношения дружеские очень. Но он знал, что без него он не будет снимать картину. Актриса должна быть тоже быть влюбленной. Хотя бы не обязательно в режиссера. Мне, например, нравился очень оператор. Я была влюблена всегда в операторах. Поэтому у меня два мужа оператора. Первый оператор, второй Шувалов Валерий, у которого сын от него. Он хороший оператор. Вы многие знаете, интердевочка, экипаж, сказка странствий, царь Петра Арапа женил. Так что я люблю оператора. И была влюблена я, кстати, Вячеслава Михайловича Шумского, который снимал все картины у Ростоцкого. И он снимал на «Семи ветрах». У меня «Зори здесь тихие». Дело было в Пенькове, все снимали эти картины. Вот. И я была в нем красивой такой, Генри Фонда, наш Генри Фонда такой был. А мне нужно было тоже быть влюбленной. Я говорю, я могла быть влюбленной в освятителя, там, не знаю, помощника, режиссера. Не знаю, надо, чтобы этот объект. Он может не знать о том, что я в него влюблена. А мне надо знать, что вот я прихожу и вижу человека, который меня волнует чем-то. Тогда я по-другому вообще начинаю работать. Так что влюбленность должна быть. Она у всех должна быть. В 2015-м вы говорили о Владимире Путине. Он хочет, чтобы мы были счастливы, чтобы наш народ не знал войны, чтобы наши дети были счастливы, чтобы тоже не знали войны. Вы по-прежнему так считаете? Ну, конечно, я считаю, что так и должно быть. Вообще правитель, любой правитель любого государства должен бороться за то, чтобы не было никаких войн. Это должен. Это еще, говоря, Александр Третий наш. Прекрасный император. Миротворец, который был. При котором не было ни одной войны. Великую империю нашу российскую. Поэтому я считаю правильно, что говорил Путин, что действительно... Но, тем не менее, все равно это происходит. Что же делать? Ну, лучше, чтобы их не было. Чтобы они страдали, чтобы не плакали матери. Представляете, сколько сейчас слез? Мы же этого не знаем. Сколько слез у матерей на глазах. Если подсчитать, сколько погибло уже ребят. Да, конечно, хочется, чтобы этого не было. И Путин в этом прав совершенно. Что вы чувствовали, когда во время визита в Венецию в 2020 году посещали могилы великих русских эмигрантов? Бродского, Стравинского, Дягилева. Ну, я испытывала чувство, что все равно это вот мои соотечественники. Представляете, вот такое ощущение, что это частица нашей России. Там находится. Я гордилась, потому что это очень известные люди. Известные люди на все это. Это люди мира. Действительно. А это наши соотечественники, это наши русские. Россияне все равно. Я горда была. Я посмотрела, у Бродского такая скромная могила. У Стравинского, правда, там пуанты, там она красивая. А у Бродского какая-то очень скромная могила. Такой великий поэт, видите. А вот он, во всем том, что он эмигрировал, он честным был человеком, он все равно любил Россию, понимаете. И мне еще я его люблю за то, что он признал Владимира Семеновича за поэта. Я первый, единственный поэт того времени. Ни Евтушенко, ни Рождественский, ни Вознесенский, ни Ахмадулина. Никто Володю не принимали в свой круг. Хотя они любили его, они с ним дружили. Но он хотел быть членом Союза писателей. Его же не брали. Его никто никуда не брал. А он очень страдал от этого. И только Бродский в 1972 году сказал, подарил книгу, написал поэт поэту Бродский. Он признал Володю еще тогда поэтом. Какое время нужно помнить и не пропускать, чтобы потом не раскаиваться? Ну, молодость. Надо помнить то, что было в молодые годы, и думать о том, правильно ты жил в это время или неправильно. Понимаете? Мне кажется, что это потому что это. А с молодостью потом идет, твоя дальнейшая жизнь выстраивается. Как узнать, какие люди для тебя самые нужные? Которым ты нужен, наверное. Нужен быть необходимым человеком. Если ты кому-то нужен, значит, эти люди тебе тоже нужны. Как понять, какое дело изо всех самое важное? Твоя собственная профессия, которую ты выбрал. Нужно любить свою профессию. Надо любить. Если ты ее не любишь, то этим заниматься не надо. Вот если почувствуешь, что тебе актерская профессия уже не устраивает, тогда лучше уходить сразу. Уходить. Или уже, так сказать, потому что уже организм твой не способен заниматься этим. Понимаете? Нужно тоже вовремя уйти, чтобы... Вот пока, как говорится, ноги ходят, вот еще голова работает, ты еще можешь работать в профессии. Особенно драматический артист. Артист театральный. А вот, я без отличия от балета, от бокала, там еще, да? А вот и циркачей, предположим. А драматический актер может, пока он в полном здравии, пока ноги ходят, самое главное, то ты можешь работать, как Зельдин. Владимир Михайлович работал до 101 года. Понимаете? И главное, нужно любить свою профессию. Самое главное в жизни. Какой бы она его, повар, люби свою профессию. Повар, не знаю, художник, люби свою профессию. А актер должен любить свою профессию. А если он так снимает, только ради чего-то, ради какой-то популярности, ради какой-то звездности, ради заработка, ради того, чтобы появиться на экране, просто ради этого не стоит работать. Женщина. Кто я такая? Я не знаю. Женщина. Женщина, прожившая уже энное количество лет. Вы знаете, вот как я говорю, вот я к чему насчет, у Губермана есть такие строчки. Утучняется возрастом. Утучняется плоть, испаряется пыл, годы вышли на медленный ужин. И приятно подумать, что все-таки был, и кому-то бывал даже ужин. Вот. Так что я считаю, пока еще, выходя на сцену, вот сейчас я еду на фестиваль, у меня творческие встречи. Я недавно была, ездила буквально в Красноярск, где-то я еще была сейчас, в Кстово, город такой, в Чебоксарах. Была с творческим встречей. Когда я выхожу, сидит зал, полный народа, мне аплодируют, мне улыбаются, мне дарят цветы. Я чувствую себя нужным. Мне уже прекрасно. Мне все это продлевает мою жизнь, поэтому я так, слава богу, долго живу на этой земле. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!